МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субсидируемых из федерального бюджета. К двукратному снижению стоимости авиабилета для пассажира приведут субсидии, выделяемые в равных долях по 25 миллионов рублей из окружного и федерального бюджетов. Субсидии позволяют жителям региона приобретать авиабилеты по специальным тарифам 4700 рублей на Ринмарсык-Тывкар и 5700 рублей на Ринмаркиров. Эти тарифы в два раза ниже реальной стоимости авиаперевозки. Оба маршрута будут субсидироваться на протяжении всего 2016 года. К выполнению запланировано 104 рейса по маршруту на Ринмарсык-Тывкар и в обратном направлении, и столько же рейсов по маршруту на Ринмаркиров и обратно. Полеты выполняет авиакомпания Коми-Авиатранс на воздушных судах Эмбраер еженедельно по воскресеньям. Рейсы в Киров и Сык-Тывкар, пользующиеся особым спросом у жителей региона и вахтовиков, были запущены в сентябре прошлого года. За четыре месяца было выполнено 64 рейса, на которых перевезено 2675 человек. Единороссы отправились в рейс. В столице региона прошла акция «Депутатский автобус». В рамках рейда представители местного отделения партии и члены фракции, депутаты городского совета совершили поездку на автобусах по маршрутам 411 и 413. На линии они пообщались с пассажирами по вопросам комфортности, удобства расписания рейсов и стоимости проезда. Татьяна Макарова живет в поселке Искатели. Услугами Наринмарского АТП пользуются едва ли не каждый день. Статус пенсионера позволяет пользоваться окружной льготой и платить за проезд всего 8 рублей. Для людей старшего возраста это огромная поддержка, рассказывает Татьяна Николаевна. И отмечает, работу автотранспортного предприятия оценивает положительно. Но один минус все-таки есть. Меня все устраивает, кроме субботы. С 7 до 8 вот этот период ездит в автобус, а людей едет очень много. Автобус добит битком, не выйти, не зайти. Водители даже заходят, вот с одной стороны выходят, потому что не пройти. Вы имеете в 7-8 вечера? Утро. В 8 лет? Да, в субботу. Есть в 7.10 и в 7.40. А едут дети, во-первых, в технику, в школы едут, и люди на работу. И этих всего лишь два автобуса мало, хотя бы сделать четыре, чтобы нормально проехать на работу, не как селедки тут сидеть. С Татьяной Макаровой согласен и школьник Кирилл Яновицкий, тоже житель поселка Искатели. По субботам приходится мерзнуть на остановках. Кроме этого, юноши волнуют вопрос стоимости проезда. Кирилл ездит на учебу в городскую школу и несколько раз в неделю в спортивную секцию. За месяц набегает кругленькая сумма. Как тариф вы устраиваете, стоит проезд? Ну, бесплатно было бы, конечно, лучше. Бесплатно для школьников? Для школьников, да. Ну, а так приходится платить. Впрочем, юноша тут же поправился. Платить за проезд не так уж и накладно. Всё зависит от благосостояния каждой отдельно взятой семьи. В рамках акции депутаты успели пообщаться с десятками пассажиров. Вопросов задавали много. Порадовало то, что жалоб на услуги АТП среди них почти не было, отмечают депутаты. Как и нашей съёмочной группе, население посетовало на расписание автобусов, выходные и на время отправления последнего рейса. Последний автобус стал раньше с искателя выходить. И люди, которые работают до 11, это в основном в магазинах, они стали не успевать на автобус. Он уходит без 15-11, а они в 11 только работу заканчивают. Как-то можно будет эти проблемы? Да, конечно. Сегодня мы поставим вопрос перед директором АТП, ну и, конечно, перед городской администрацией обязательно. Все вопросы, озвученные населением города и поселка Искатели, депутаты действительно задали руководству АТП. Среди них был и вопрос доступности транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. На балансе предприятия сегодня числится 31 автобус, из них всего 4 низкопольных. Четыре низкопольных автобуса, два из них именно для перевозки инвалидов, с колясочников имеется в виду. И все. Сегодня мы знаем, что прокуратура и требования властей, как бы называется, доступная среда, от нас требуют низкопольные автобусы, мы это понимаем. Но, тем не менее, вопрос пока такой. Начало есть, дальше будем идти. Чтобы закупить автобусы, адаптированные под доступную среду, нужны немалые финансовые средства. За последние несколько лет предприятие приобрело три автобуса в лизинг. Сейчас стоимость транспорта заметно выросла. Один ЛИАЗ стоит порядка 6 миллионов. Для этого предприятию, как воздух, нужна субсидия. Этот вопрос руководство АТП держит на особом контроле. Так же, как и вопрос о введении единых проездных билетов для школьников. Население просит, говорит директор АТП Михаил Елисеев. Это и другие просьбы населения округа сейчас на особом депутатском контроле. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. При всем обилии в городе частных средств передвижения, общественный транспорт все же остается востребованным и незначимым для многих жителей Наринмара. Поэтому сегодня в рамках рубрики «Человек труда» мы познакомим вас с водителем автобуса, который уже не один десяток лет работает в Наринмарском АТП, и это работа ему по душе. Водитель автобуса Александр Федорущенко, уроженец Украины, уже не один десяток лет работает в Наринмаре. И прежде чем окончательно выбрать для себя профессию на всю жизнь, попробовал себя и в других ипостасях. Свой трудовой путь я начинал слесарем, потом сторожем, потом на грузовых машинах работал, потом отучился на автобусе, начинал с ПАЗ-672. А это старые пазики старого бросающего. Потом с ПАЗика перешел на Марс, у нас были Марзы. После Марза я уже сел на этот МАЗ. И вот уже 11 лет на этом МАЗе работаю. При всем обилии в нашем городе частных средств передвижения, общественный транспорт все же остается востребованным и значимым для многих жителей Наринмара. И пусть дорог в Красном городе не так уж много, а расстояния между пригородными поселками невелики, тем не менее водители автобусов все время загружены работой, и их труд никак не назовешь легким. Ну, в общем-то, трудная работа. То, что маршрут, движение, пассажиры, всего переживаешь не за себя, а за пассажиров, так-то тяжелая работа. Тем более сейчас, как в последнее время сделали такие графики, не знаю, кто его делал. Рейс на 411, рейс на 413, рейс на четверку, а голова кругом идет. За один день несколько маршрутов только успеваешь тут таблички менять. Безусловно, что за баранкой автобуса должны работать люди с большой выдержкой и психологической устойчивостью. Дорога, как известно, не прощает грубых ошибок, а профессия водителя относится к разряду повышенной опасности. И доля риска здесь особенно велика. А еще и человеческий фактор приносит им порой немало потраченных нервов и стрессов. Ну да, разные же пассажиры бывают. Например? Ну, бывает пьяные попадутся, бывает кто-то нервный попадется. Бывают спокойные, можно объяснить. А некоторые не понимают. Сразу заходят, на кондуктора нападают. Почему автобуса не было? А мы откуда знаем, мы же идем по своему времени. Как-то раз был случай, что на остановке мальчик выскочил, спереди автобуса, ну что, пока посигналил, сбоку машина летела, чуть не сбила ее. На нефтебазе такой случай был. Как бы летом было, а было бы зимой, все, он бы не успел бы остановиться. Но более пешеходов, по мнению Александра Ивановича, водители автобусов страдают от других автолюбителей, которые не задумываются о том, что ездить следует по правилам. Бывает, с остановок не уступают. Бывает, по главной дороге идешь, тоже не пропускают. В основном там мобилисты. Бывают там пробки, когда на кольце стоишь. Есть, вежливые, все, фармы посигнали, все пропустят. А некоторые колонны не идут, мы же по часам работаем. Получить водительские права, как известно, можно в автошколе. Кто-то оканчивает среднюю школу уже с правами, если есть предмет автодела. Во времена Советского Союза кто-то получал права по линии ДСААФ. Теперь водительской профессии обучают в профтехучилищах и техникумах. Но чтобы стать водителем автобуса, еще необходим определенный стаж на определенном транспорте. По мнению Александра, водитель автобуса должен быть специалистом не только в практике вождения, но и знать своего железного коня, что называется на пять. Потому как в условиях Крайнего Севера при низких температурах может случиться всякое. Бывает, где-то сломался на линии, там, может, работы на пять минут, где-то что-то подкрутил или подсоединил, все, поехал дальше. А другой может часами стоять ждать, пока приеду, что-то сделаю. Бывает так, что на ином месте человек поработает, поработает, да и сменит профессию. Ну, не по душе она ему. Александр Иванович за баранкой практически уже более 30 лет. Можно сказать, он ветеран водительского дела, опытный шофер и зрелый человек. И что примечательно, он ни разу в жизни не пожалел об избранном пути, связанном с техникой, с людьми, с дорогой, которая приносит не только заработок, но и ту частицу романтики, что делает жизнь интересней. Во-первых, всегда в движении. Видишь людей, видишь народ, видишь все, что творится. И напоследок водитель автобуса Александр Федорущенко, конечно, выразил свои пожелания главным людям на его работе – пассажирам, ради кого он каждый день выезжает на трассу. Были вежливые, культурные, не мусорили в автобусах. Также водителям, также пешеходам, что автобусы ходят по времени. Андрей Чуклин, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Объем инвестиций в основной капитал в Ненецком округе в 2015 году вырос более чем на треть, составив почти 111 миллиардов рублей, без учета субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, ненаблюдаемых прямыми статистическими методами. В свою очередь, по сообщению Росстата по Ненецкому округу, в 2014 году был отмечен сопоставимый рост 37,8%. Не секрет, что сегодня регионам приходится конкурировать за инвестиции крупных промышленных компаний. Поэтому мы уделили пристальное внимание и создали условия для того, чтобы недропользователям было комфортно и выгодно работать именно на нашей территории. Важно, что нефтяники не только увеличивают объемы добычи на существующих месторождениях, но и активны в разведке новых, подчеркнул губернатор округа Игорь Кошин. 97% инвестиций в экономику региона пришлось в минувшем году на сектор добычи полезных ископаемых, по 1% на строительный сегмент и операции с недвижимостью. 63,5% вложений осуществлялось из собственных средств инвесторов, 36,5% за счет привлеченных средств, в том числе 5,8% за счет банковских кредитов. Практически каждый третий предприниматель в 2015 году был подвергнут проверке различных контрольных и надзорных органов федерального, регионального и муниципального уровня. По данным Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком округе в отношении субъектов малого и среднего бизнеса проведено 302 плановых контрольных мероприятий и порядка 400 внеплановых. В сводном плане проверок на 2016 год, опубликованном на сайте окружной прокуратуры, утверждено 155 мероприятий, которые коснутся среднего и малого предпринимательства. Таким образом, число плановых ревизий в субъектах регионального бизнеса снизится вдвое. Уменьшилось и количество контролирующих органов, заявивших о намерениях провести проверки. Если в 2015 году таких было 34, то в этом мероприятие запланировали только 25 органов власти. Ослабление режима связано с введением на законодательном уровне надзорных каникул. От планового надзора в 2016-2018 годах освобождены предприниматели, в деятельности которых в предыдущий трехлетний период отсутствовали грубые нарушения. Исключение составит малые организации, работающие в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, аудита, управления многоквартирными домами, пожарной, экологической и промышленной безопасности. В школе села Великовисочное присвоили имя героя. На мемориальной доске имя нашего земляка, который погиб в одной из локальных войн. В Пустозерском музее открылась выставка в 25-летию историко-географической экспедиции у школьники выход к Студенному морю. Школа села Великовисочное обрела новое название. Теперь она носит имя героя, своего ученика Виктора Аншукова. В торжественном мероприятии, приуроченном к этому событию, приняли участие представители власти округа из Полярного района. Торжественный марш и гимн России в Великовисочной школе заключительное мероприятие проекта организации «ЩИД» и Всероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт за Россию». Именно эти две организации стали инициаторами присвоения сельской школе имени героя и ученика Виктора Аншукова. Чтобы достойно нести это имя, наша с вами задача хорошо учиться, активно принимать участие во всех конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, получать высокие результаты и звучать не только в нашем родном округе, но и по всей огромной нашей любимой стране. Виктор Аншуков был участником одной из кровопролитных войн. За 10 лет Афганской войны погибли более 14 тысяч человек. Среди них и жители Ненецкого округа. Благодаря героям, готовым в любой точке мира прийти на помощь слабым, встать на защиту простого народа, независимо от его национальной принадлежности, наша страна была, есть и всегда будет оставаться великой мировой державой. И дань вечной памяти это самое малое, что мы можем и должны сохранить, передавать детям и внукам. Виктор Аншуков попал в Афган в 1987 году. Работал в штабе, ежедневно совершая облеты воинских частей на самолете Ан-26. В одном из таких полетов и оборвалась жизнь нашего земляка. Он и остальные работники штаба погибли от удара душманского стингера. По воспоминанию ребят, которыми он руководил, он был удостоен простого человеческого солдатского звания. Виктора Лазаревича называли батей. Поверьте мне, не каждый офицер удостаивался таким званием. Работа по присвоению школе имени героя началась два года назад. Тогда установили мемориальную доску. К ней участники мероприятия возложили цветы. Табличка с новым названием школы появится сразу после подготовки учредительных документов. Илья Сахаров, Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Покорителям Арктики посвящается. В Пустозерском музее открылась выставка к 25-летию историко-географической экспедиции «Ушкуйники. Выход к Студенному морю». Участники экспедиции прошли от Новгорода до Пустозерска водно-волоковым путем, по которому начиналось освоение Севера. Организаторами необычной экспедиции стали краеведы из Мариуполя, Новгорода, Архангельска и Наринмара. Летом 91-го года они добрались водным путем из Новгорода до Архангельска. В 92-м экспедиция прошла по Северной Двине, Пениге, Мизенской губе, Мизене и ее притоку Пезе. Затем путь лежал через Пеский Волок. Его преодолели на трех гребнопоросных лодках «Ушкуях». В итоге участники достигли Пустозерска и цели, которую ставили перед собой пройти водно-волоковым путем по следам славян-первопроходцев и подтвердить вековые связи жителей Древнего Новгорода и Заволочия с жителями Печорского края. В тепличном комбинате «Солнышко» начался сбор тюльпанов к 8 марта. Выращенного объема около 10 тысяч цветов должно хватить на всех покупателей. Главные атрибуты женского праздника готовятся к выходу в свет. На тепличном комбинате «Солнышко» начался сбор тюльпанов. 12 голландских сортов были высажены в октябре специально к 8 марта. В течение пяти месяцев клубни томились в закрытых камерах и созревали в теплице. С сегодняшнего дня их начинают готовить к продаже. Об ароматных цветах и не только на большие праздники мечтает каждая женщина. Чтобы исполнить это желание, тепличный комбинат «Солнышко» накануне 8 марта высадил около 10 тысяч тюльпанов. Если разделить это количество на всех женщин на Ринмаро, получится примерно по одному цветку на каждую. Зато какому цветку? Антарктика, сноуборд, леди, стронг, голд. В этом году для посадки были отобраны специальные голландские сорта, неприхотливые по качеству почвы и количеству света. Основная ставка была сделана на сорт «Стронг лав». По словам Агрария, в последние три года женщины округа отдают предпочтение именно желтым тюльпанам. Они такие стройные, они такие яркие, солнечные, как признак, символ богатства, жизни хорошей. Поэтому сейчас есть покупатели, которые только желтые заказывают. Большой букет, из, допустим, 15, 21, но да, эти желтые. Мы понимаем их. Опыт по выращиванию праздничных цветов у комбината немалый. Впервые тюльпаны были высажены в 1998 году. 300 клубней хорошо прижились и дали хороший урожай. Правда, сорт был всего один. Сегодня их 12. Чтобы не пропал ни один саженец, соблюдается определенный режим ухода. С момента посадки в начале октября будущие цветы живут в камерах. Там нет света и температура воздуха от 5 до 9 градусов тепла. В конце января растения переезжают в теплицу. При обильном свете бутоны приобретают окрас и ждут своего часа. Если вы хотите сохранить цветы свежими, вам также необходимо соблюдать некоторые правила. Держать букет только в холодной воде и в прохладном месте, например, на подоконнике. Ну а если вы предпочитаете цветы не на одну неделю, вам подойдут цветы в горшках. Их все чаще выбирают в качестве подарка на 8 марта. Сегодня мы предлагаем герани королевские, зональные, различных расцветок. Вот смотрите, здесь 4-5 видов расцветок, только одной герани. Бальзаминов 6 расцветок. Далее королевская герань тоже 4 расцветки. Бегония 4 расцветки. Заявки на букеты и цветы можно подать уже сегодня или приобрести в день 8 марта. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Это были все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова